I have ways of blowing things up. Несколько... Несколько вопросов. Так, чтоб я каждый раз забываю. Да, хорош! F. Тупый респект, короче. Это мы сейчас на седьмом. На восьмом у нас там нужно два ключа, чтобы куда-то попасть. Там, по-моему... Да, в библиотеку и еще какой... Да-да-да-да, два ключа. Четыре ключа, не хотите? Ладно, Майншеф Тексас. Это у нас нужен ключ администратора. Я так понимаю, что он же нам нужен был еще до этого выше, когда мы находили юлифт. В комнате Адлера нам нужен ключ Адлера, собственно. Нужен ключ в библиотеку и нужен ключ еще в какую-то херню. Здесь. У нас тут комната с калибрями. Там, по-моему, вот этот ключик, он как раз оттуда. Сейчас посмотрим, который у нас в кармане. С замком. Не с замком, а с этим, с островом. Здесь. Нужен еще какой-то ключ, блин, для того, чтобы сюда пройти на П-6. Блин, нет, моя. Ну, сюда я уже... Здесь у нас нет. Здесь у нас, да. Элеватор контрол. Это мы, возможно, еще воспользуемся. Вот, Майншафт Эксас. На втором этаже у нас этот же лифт. Там нужен ключ администратора. Это тот же лифт, который у нас... Вот здесь. Да. Что-то нам до хрена всего нужно. У нас сейчас полное здоровье. У нас, кстати, есть кассета. Я без понятия покажу, что с этой кассетой делать. 206. Интересно, меня это мучает или нет? Давайте сейчас посмотрим. 206. Так, подожди. Вот это? Вот как это работает. Он тебе показывает чистоту. Если ты эту чистоту наберешь... У меня нет запасных патронов на пистолет. Это немножечко печально. Я что-то раскатал губу. Ну, ладно. Вот. Вот эта штука. Точно. Смотрите. Использует предмет. Островной ключ. Да. Используем предмет. И... Предмет. Ключ от мастерской. Погодите, а где мастерская? То есть, я потратил ключ, чтобы достать ключ? Уж ты ж... Хорошо. Что тут еще есть интересного? Что тут еще есть интересного? Блин. Я что-то как-то больше от этой комнаты. Хорошо. Не то. Так. И там оно уже не активно. Все. Хорошо. Забили. Давайте на восьмой этаж посмотрим. У нас есть... Библиотека. У нас есть еще что-то. Давайте туда попробуем сгонять. Я не помню, это мастерская или нет. А как мне это узнать? Вот эти две верхние точно не то. Вот это вот... Короче... На этом этаже у нас больше ничего не осталось. На шестом этаже... А, воркшоп холлэй. Вон мастерская. Стоп. Воркшоп. Это же здесь. Значит, нам на... Вверх. Но желательно через лифт. Да? Потому что так это приведет нас туда, куда нужно. Ну, я положусь на надписи. Надеюсь, то, что там написано, это правда. Сейчас посмотрим. Сколько это? Один этаж вверх? Почему я постоянно... Да, хорош, блин. Один этаж вверх. Все. Хорошо. Не-не-не. Почему он на таб не открывается? Ладно. Да, это оно. Хорошо. Мастерская. Я потратил еще один пулька. Хорошо. Мне дали еще три патрона на... Уж извините, я буду называть это магнумом, ребят. Слишком... Сильно память о резиденте. Хорошо. У нас тут... Шторх и Штар. Известные проблемы с репликами. Часть вторая. Секретная информация, между прочим. Только для командования. Прежний опыт работы с этими моделями реплик показал ряд странностей в их поведении, причины которых кроются в исходных нейронных структурах, использованных при создании этой модели. Данная информация конфиденциальна, поэтому настоящий документ должен быть уничтожен после прочтения. Штар. Несмотря на обычное сдержанное поведение, Штары выстраивают жесткую внутреннюю иерархию. Это важно учитывать при присвоении модулям офицерских званий. Отказ в повышении уважаемого модуля или повышении модуля низкого статуса может привести к некоторым трениям в общежитиях. При определенных обстоятельствах в группах Штаров устанавливают правила, подразумевающие физическое наказание. Для стабилизации личности рекомендуется некоторым офицерам предоставить право на ношение личного оружия в качестве фетиша. Или фетиша. Модули Шторх изначально обладают кратким нравом. Ключ к успеху является терпеливое обучение на ранних стадиях после ввода в эксплуатацию, поскольку их нейронная структура менее стабильна, чем у других модулей. Отказ от такого подхода может привести к развитию крайне волатильной личности, склонной к насилию и жестокости. Стандартная стратегия назначения в пару с более старым модулем Штар. Личность Шторха стабилизируется в процессе приема душа или в ванной. В качестве фетиша служат книги по истории или мифологии. Ну, как бы... Минуточку, 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 минуточку. Исходя из того, что... То, что у меня сейчас творится в голове, просто нужно это аккуратно изложить, чтобы это не выглядело как понос мыслей. Я так понимаю, что определенные вот эти Штар, Шторх и всякое такое, они были сделаны с некого гештальта, который является... Смотрите, как имперские штурмовики, они все клонированы с одного человека. То есть подбирается определенная личность с определенными хорошими показателями. И с этого гештальта делаются модули вот такие. Вот, например, Шторх или Штар. Вот, но вместе со всеми положительными чертами они также приобретают все, как бы, грубо говоря, личностные качества и личностные какие-то предпочтения. То есть если гештальт изначально любил книжки по истории и мифологии, то все Шторхи потом будут любить эти книжки, потому что у них наклонность будет одна и та же. Хорошо. Ой, патрончики, спасибо. На перезарядочку. Ха-ха-ха-ха. Кассета! Использует предмет. Кассета с музыкой. Я ее с собой взял. Да. Использует предмет. Кассета с музыкой. Лентопротяжный механизм подключен к модулю радиопередачи. Хорошо. Маленький модуль для радиопередачи. Он настроен на передачу сигнала с лентопротяжным механизмом на частоте 142 кГц. Давайте послушаем. 142. 142. Да. 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 Мне таксове надо отнести. Ну, блин. Может, мне надо было сохраниться перед этим, нахрен. Модуль фальки. Она мертва? Странно. Она выглядит такой умиротворенной. Да! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это то, о чем я подумал. Изображение ключ калибри. Да. Это офигеть, как жутко, если что. Тут мы все читали с вами? Да, одни митфальки. А, стоп. Ключ калибри. По-моему, он как раз вот здесь вот используется. На этом же этаже. Пойдем пробежимся. Не ори на меня. Хорошо. Мы здесь. Здесь есть очень много чего, что я уже вижу. Опять совершенно секретно. Известные проблемы с репликами. Часть первая. Мы только что прочитали часть вторая. Отлично. Секретная информация. Только для командования. Прежний опыт работы с этими моделями реплик показывает ряд странностей в их поведении. Причина которых кроется в исходных нейронных структурах, используемых при создании этой модели. Данная информация конфиденциальна, поэтому да-да-да. Хорошо. Реплика серии Оэлли, склонная к формированию больших групп. Стадный инстинкт. Они любят петь и танцевать, поскольку изначально нейронная структура для них была позаимствована у балерины. Вот, вот, вот. Да, да, короче. Это то, что я сказал после второй части. Что типа они все будут склонны к тому, к чему был склонен гештальт. Деградацию личности этой реплики легко предотвратить. Представь и доступ к музыке в виде магнитофонов или музыкальных инструментов. Всегда размещайте в общежитиях для Оэля хотя бы одно зеркало. Потому что они испытывают сильную потребность в регулярном контроле своего внешнего вида. Тут у нас про Оэля и про Ара будет, да? Личность реплики Оэля стабилизируется путем приведения себя в порядок и постоянного социального взаимодействия. Оэля часто самоорганизуются в группы примерно по 10 модулей и дают друг другу тематические клички. Хотя Ары выглядят тихими простачками, не стоит их недооценивать. Хотя они этого и не показывают, и не осуждают тех, кто ведет себя грубо и недружелюбно. И поделятся своей оценкой со всем своим коллективом. Ары лучше всего уживаются с реплика... 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 Что, блин? Реплика... Ками... Ясно, это, короче, опечатка. Из серии Оэля, которые отличаются терпимостью и дружелюбимыми, а также умеют определять настроение Ар по выражению лица. Прикиньте. Ары часто под обычными полами и стенами прокладывают сервисные тоннели, доступ к которым имеют только они. Короче, вот то, что к нам вылазит из-под стен и из-под пола, это Ары, значит, понятно. Буду знать. Нестабильные модули могут уходить в этот тоннель и пытаясь извлекать их оттуда. Пытаться извлекать не рекомендуется. Лучший способ стабилизировать личность предоставлением доступа к растениям, о которых они могут заботиться. Лучше всего для этой цели подходят яркие цветы или деревья. Это... Это немножечко что-то объясняет. Хорошо. Нам хотят дать шокер. Давайте. Калибри. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Обзор реплики Калибри. Или Калибри. КЛБР. Так, Калибри. Команда... Командная биорезонансная реплика. Понятно, как расшифровывается. Высокотехнологическая биорезонансная специалист шестого поколения. Биомеханические с полиэтиленовой оболочкой и полунепробиваемым броневым покрытием. Ну, не знаю. Она выбивается с одного патрона. Может, если прицелиться. Чудо современной технологии стали самыми полезными биорезонансными модулями за всю историю их производства. Каждому модулю Фальки, стоящему в оклайд протекторов, помогает коллектив адъютантов Калибри, которые усиливают его биорезонансные сигналы, а также излучают собственные. Несмотря на хрупкое телосложение, Калибри стали одним из самых эффективных протекторных модулей. Они могут оказывать непосредственное влияние на умы реплик и гештальтов. Извлекать информацию невербальным способом и мгновенно обмениваться между собой данными с помощью всех органов чувства. Это самое близкое воспроизведение того, что называется коллективным разумом. Я вас понял. Ну что ж, про этих тоже немножечко узнали. Возьму шокер. Я думаю, что я даже его поставлю пока что вместо фонарика. У меня есть два лишних патрона. Патроны на револьвер, которые мы потом сложим. Да что? Тут есть проход дальше? К такому меня в жизни не готовило. Ключ Орла? Да. Записка Калибри. Присматривайте за Адлером. Он что-то от нас скрывает. В его дневнике ничего не оказалось, но когда я прощупал его разум, там оказались воспоминания о модуле L-Star, работающем на Серпинске. Никакой информации о том, что там когда-то использовались такие модели реплик? Нет. Когда-то недолго рассмотрелось приказ к этому модулю о проведении исследовательских работ шахты, но из-за болезни командира он так и не был подтвержден. Так, подождите. А модуль L-Star, работающий на Серпинске? Серпинске это вот эта станция. Модуль L-Star, работающий. Это немножечко трындец, как странно. Грубо говоря, мы L-Star, и мы пришли сюда за своим гештальтом. Когда он увидел фотку нашего гештальта, он сказал, что она у них работает, но она же не L-Star, она же не реплик. Короче, подождите. Пока что это надо в мозге утрусить немножечко. Почему? Достаточно много полупустых стеклянных кружек с остатками чая. Электрический чайник для приготовления чая. Спасибо. Кэп. До свидания. Оно моментально мне включает модуль, но, во-первых, там темно. А во-вторых... Я музыки испугал... Да, блин, не то. Я музыки испугался больше, чем... Я собью пока что на ноль. А почему... Внимание, подожди. Что с моим здоровьем? Меня все-таки калибри побили? Я не успел заметить. Сколько? 0,65. Я не люблю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему у меня состояние... Не очень хорошее? Смотрите, я заходил в комнату Калибри с картиной. Пока там подбирал код. После этого меня никто не бил. Я пробегал мимо. Потом я прихожу сюда, и у меня уже хреновое состояние. Ну да, ну да, пошел я нафиг. Так, комната... У меня есть ключ Орла, и у меня есть ключ от почтового... Можно к Орлу сходить сейчас? Можно вообще сохраниться по-человечески? Нет, давайте... Подождите, давайте пробежим сначала по-нормальному. На штамме тоже был почтовый ящик. Так, да. Да. Ключ от библиотеки. Хорошо. Я понял теперь, где он. Выключи свет. Мне нужно пойти... Пойти подлечиться, и пойти сохраниться. Потому что... Это уже все не очень хорошо выглядит. Сейчас посмотрим, чем мы будем лечиться. Ключи я буду таскать с собой. Пошли они нафиг. Вот это вот я уберу. Ключ Орла и ключ от библиотеки. Это у меня есть, это у меня есть. Что мне из модуля лечения? Охренеть, я все потратил. Я красавчик. Если я автоинъектором вылечусь, сколько она мне вылечит? Полностью. Супер. То есть у меня есть еще 4 автоинъектора. Их использовать лучше не когда ты в предсмертном состоянии, а когда ты пытаешься вылечиться. Мне так кажется. Так. Что мне нужно сделать? Я не хочу опять проходить через тот коридор, потому что там два придурка, с которыми тяжело разминуться. Мне сейчас нужно сходить в библиотеку. Для этого я съезжу на лифте. А к Адлеру я потом вернусь через... Я не сохранился. К Адлеру я потом вернусь через лестницу. Раз у нас есть два способа обхода. Вот сюда, пожалуйста. Мне кажется, в таком порядке будет правильно. То есть сначала зайти в библиотеку, а потом зайти... Адлеру, блин. Да ты... Сейчас, ребят, секунду. Извините, но это было слишком глупо. И патрон потерять, и хп-шку потерять. Или я его сейчас застрелил? Он там стоит так хреново. Я его, наверное, все-таки застрелил. Что мне все равно... А мне вниз, да? Сейчас. Так. Я бы, на самом деле, все равно убил бы. На этот раз ее даже упокаивать не пришлось. Так, нам вниз. В библиотеку. Тут у нас никто не встал? О, в библиотеке живая есть. Ну-ка. О-о-о-о-о-о. Это у нас по Адлеру и по боссу, с которым мы дрались. Как ее звать? Мина? Ой, блин. Хорошо. Неизвестные проблемы с репликами. Часть третья. У Адлера тоже есть проблемы. Блин, зараза. Хорошо. Только для командования. Прежде чем опыт работы с этими моделями, реплик показал... Это стандартная, кстати. Вот вторая. Майнам. Майнам ее зовут. Я прочитал бы это как мина. Ну ладно. Это нейронная структура... Отличаться... Отличаться... Спасибо. Перевод просто супер. Крайней стабильностью. Для счастья май нам нужно совсем немного. Благодаря временами покорному, а иногда материнскому характеру, они отлично уживаются с большинством других моделей. В отличие от других моделей для стабилизации личности, им нет необходимости вести дневник. В качестве фетишей им можно предоставлять небольших плюшевых животных, однако при этом стоит избегать игрушечных кошек, потому что это может повлечь активацию гештальт воспоминаний. Понятно. Котики могут стригерить какие-то воспоминания. Модули Адлер лучше всего работают в одиночестве. Они плохо сходятся с представителями собственного типа, могут эмоционально сильно привязаться к своему командиру. Адлеры очень восприимчивы к биорезонансному внушению, а потому их довольно просто контролировать. Однако они быстро начинают скучать, и для стабилизации им часто могут требоваться новые объекты фетишизации. Так, инспекторы, там и потом, подождите. Аптечечку нам сейчас дадут, вон я вижу. Калибри. Известные проблемы с калибри. После прощения, калибри требуют особого внимания. Их нейронные структуры очень нестабильны. Из биорезонансного модуля они очень подвержены чужому влиянию. Как и большинство биорезонансных индивидов, калибри часто подсознательно создают петли эмоциональные, обратные связи, которые имитируют эмоции окружающих и транспортируют их обратно. Таким образом, действуя в качестве своего рода усилителя. Калибри обучаются распознавать такое поведение и избегать его. Однако уже нестабильные модули иногда могут постепенно опуститься до деградации личности. Из-за биорезонансной связи развития нейронных структур у калибри подвержено меньшей вариативности, чем у других моделей. Постоянный обмен воспоминаниями и эмоциями между модулями внутри категории создает своеобразную сеть безопасности, которая блокирует экстремальные изменения. Однако, когда большинство модулей в категории деградируют, они уведут за собой и оставшиеся реплики. Поэтому очень важно списывать модули калибри при первом же обнаружении признаков деградации. Для стабилизации личности следует предоставлять доступ к богатой библиотеке. Это и имеет значение, я понял. Ну что ж, давайте тогда ремонтный спрей заберем и его потом смешаем. У нас, кстати, относительно мало хиловки. Я их очень сильно растрынил, и только сейчас это понял. Хорошо, у нас здесь калибри. Ты кто? Ты не из нашего персонала. Это догадливая. Остальные сильнее изменились. Мы больше не поем в унисон. Раньше я могла читать их мысли. Мы были единым целым. Вместе мы управляли ими всеми. Она как раз в библиотеке-то и заперлась, да, я так понимаю? Потому что... Но теперь я больше не понимаю, о чем они думают. Я никогда не ощущала себя такой одинокой. Они все еще вместе, я здесь одна. И они меня к себе не пускают. Я больше не могу выносить их песнь. И здесь единственное место, где я ее не слышу. Только здесь я в безопасности. Я так больше не могу. Хотела бы я стать такой же, как они. Тогда я бы больше не мучилась одиночеством. Ненавижу это чувство. Я не могу ее пристрелить. Ну, жалко человека. Ну, я понимаю, что не человек, но все же, е-мое. Так, ошибка калибровки. Для калибри перейти на ручное управление. А куда мне его надо? Обнаружено препятствия. Так, вот же, я его привез. Куда надо? Или мне еще не сюда надо? Я не пойму, чего вы от меня хотите. Непонятно, какая-то фигня происходит. Пойдем к Адлеру сходим. Через здесь. Может быть, там у него будет что-то, что потом нужно принести сюда. Ну, тут осталась одна живая калибри. Я куда-то не туда пришел. Так. Оно на восьмом. Это все было на том же этаже. Но только нужно было пройти через это. Так. Седьмой. Восьмой. Ну, мне вроде не сильно покоцало, но все равно неприятно. Ключ Орла. Окей, тут еще что-то есть. Дневник Адлера. Ох ты ж, сейчас будет интересно. Я был поражен и изумлен одним необычным предметом, который нашел на складе. Это была странная шкатулка со съемным наборным кругом в передней части, которую некоторое время назад конфисковали у одного из рабочих. Я немедленно ощутил к ней какое-то влечение, хоть и не понимаю почему. Когда я прикладываю к механизму ухо, я слышу, как он едва слышно тикает, будто часы. С помощью калибри координировать штат логистов стало значительно сложнее. Если можно что-то хорошее сказать об этой женщине, так это то, что она, несмотря на хрупкое телосложение, умеет заставлять окружающих уважать свои приказы. Сегодня я хотел поговорить с ней, но ее комната была заперта. Сегодня мне снился сон. Видимо, очередное воспоминание из моей гештальт жизни. А я был в униформе, а еще там была молодая женщина с белым, как снег, волосами. И я проводил какое-то тестирование. Передо мной лежала колода карт с астрономическими символами. Я просто просил ее угадать планету на карте, которую держал в руках. Я снова играл с механической шкатулкой. Теперь я уверен, что это какой-то астрономический календарь. И вдруг вспомнил о разговоре с другой репликой, который произошел, когда я был с инспекцией на руднике. Однако, раньше я такую модель явно не встречал. Какой-то инженер с оранжевым грудным блоком, по моим воспоминаниям, она была обычной представительницей нашего персонала. Но также репликой на Серпинске... Но такой реплики на Серпинске никогда не было. Говорят, это воспоминание реплики не самая надежная вещь в мире. Но с таким странным феноменом я столкнулся впервые. Отвлечь меня от творившегося вокруг хаоса могла лишь маленькая загадка, крывшаяся внутри шкатулки. В ней был лишь маленький блокнот, и все страницы которой оказались пустыми. И это было паршиво, потому что наша любимая командующая заболела. Я скучаю по ее строгим указаниям, по той ошеломительной власти, в которой она купается. Чем больше больных, тем сложнее моя работа. И как нам справляться с такой нагрузкой без подкрепления? Мое единственное утешение в том, что сокращается не только численность протекторов, но и численность работников, за которыми мы присматриваем. Реплики все в больших количествах поступают в госпитальное крыло, а вот гештальт работники слишком быстро умирает. Их просто не успевают лечить. Еще одна тетрадь заполнена дневниковыми записями, но никакого удовлетворения. Новую я пока не заказал, потому что потратил все свои рацион марки на эту фантастическую первую ручку. Так что пока, пожалуй, буду пользоваться этим блокнотом. Эльстер. Эльстар. Обзор. Реплика планетарной разведки и корабельный техник Сорока. Специалист по исследованию космоса пятого поколения. Биомеханический с усиленной углеродным волокном, полиэтиленовой оболочкой и титановым скелетом. Титановый скелет это всегда приятно. Универсальный боевой и инженерный модуль, который изначально был разработан для орбитальной службы. Эти суровые стойкие одиночки лучше всего подходят для исполнения опасных обязанностей саперов и разведчиков. Их техническое познание и боевые способности позволяют им выживать в любых условиях. Особенно в культовой сине-белой тяжелой боевой конфигурации. Синий-белый. Тяжелый. Который отличается полунепробиваемым броневыми пластинами на груди и предплечье. Поскольку изначальный нейтральный дизайн этого модуля был утрачен вместе с уничтожением центрального нейронного архива Венеты, новые модули L-Star производились на основе списанного модуля из программы Penrose. А вот это очень интересная информация, ребятушки. В шкатулке есть какая-то лунка. Кажется, в этой механизме чего-то не достает. Я знаю, чего там не достает. Странного артефакта там не достает. Который все это время я с собой не таскал. Правильно? Правильно. Сохранялочка у нас этажом выше, правильно? Да, опять правильно. Я даже думаю, что было бы не стыдно сохраниться сейчас. А знаете, что я еще думаю? Я думаю, что на этом нам пора заканчивать серию. Потому что, мне кажется, это идеальный момент. Мы как раз следующую серию начнем. Так. Вот это вот извлечь. Вот это вот извлечь. Вот это. Соединить с вот этим. Получаем хороший ремонтный спрей. У меня 5 патронов на пистолете. Это я, скорее всего, потрачу. У меня останется 2-3 свободных слота. Фонарик, может быть, скоро уберем. Посмотрим, я еще не уверен. По ключам и по закрытым дверям. У нас пока что все. На этом этаже все. На этом этаже все. Получается, на восьмом у нас шрайн бокс, которую мы не использовали. И в этой библиотеке компьютер, который мы не использовали. А, и еще и звездная карта. Это все у нас на восьмом. Это все на одном этаже. Блин. Пожалуй, нам тогда нужно бы вот этот East Hallway зачистить. Или я буду каждый раз бегать просто вокруг, я еще не уверен. Посмотрим. Ну так жаль, ну там 2 чувака на них тратить, а они потом встанут. А-а-а. Может, у меня 5 патронов. 5 патронов мне может хватить, чтобы зачистить. Я как раз тогда пистолет сложу в... Сторидж. Посмотрим. Ну я же говорю, опять же, все это у нас будет тогда в следующей серии. Пока что мы сохраняемся. Идем вот сюда. Сюда. Вот так. Тут. Так. Да. Да. И все, ребятушки. В общем, да. С огромной оранжевой плитой на груди. Это мы. Это L-Star. И L-Star здесь уже были. И к вопросу о том, почему весь... Вся шахта лифта правого закида на модулями L-Star. У меня до этого были предположения, что... Это из-за того, что сюда прилетали другие корабли на какой-то сигнал. Садились. Гештальты уходили. Где-то умирали. L-Star приходил. И Адлер их всех убивал. Было просто такое предположение. Сейчас я не уверен, насколько это правда. И что вообще происходит. Зато очень сильно прояснилось, кто такие реплики. Что это? Ну, копии. Не определенная. Каждая реплика. Ну, в общем, это такие биороботы. Поэтому, я уже говорю, титановый скелет и броня. Все дела. Все хорошо. Но они биологические. И, собственно, таким образом, как раз через биологические части их захватывают вот эти вот некроморфные существа, которые здесь, которые без понятия, что это, кто это. Вопросов много. Но на некоторые мы сегодня получили ответы. Думаю, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бабра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok